здравствуйте дорогие друзья с вами канал футбол в сибири сегодня в этом выпуске мы с вами поговорим о матче окрон 2 динамо барнаул ну вообще матч опять сложился для динамо барнаул очень удачным хотя в первом тайме было видно что окрон 2 просто-напросто возил барнаульская динамо владели преимуществом и мечом где-то барнаульская динамо спасала штанга перекладина где-то и вратарь помогал где-то защитники хорошо сыграли ну было видно что динамо барнаул был прижат к своим ворота и они не знали как совершать атаки на ворота окрона 2 да конечно нужно сказать что первый тайм барнаульская динамо просто-напросто провалила хотя потом когда окрон 2 остался в меньшинстве во втором тайме и как-то динамо барнаул начала просто-напросто брать игру под кон под свой контроль и это конечно же дало свои плоды уже на 69 минуте завьялов забивает мяча но в дополнительное время тот же завьялов удваивает счет да конечно было где-то где-то удача сопутствовала где-то еще ну просто вот во втором голе завьялова в дополнительное время в вратаре окрона 2 совершил ошибку вышел очень далеко из ворот и здесь ничего не оставалось делать завьялову как просто-напросто взять и перевесить вратаря это середины поля ну да конечно курьезный такой гол ну ничего благо что барнаульская динамо выиграла счета 20 уезжает из тольятти с тремя очками поздравляем главного тренера динамо барнаул и вообще всю команду динамо барнаул с тем что они набрали три очка с победой в заключении подписывайтесь на футбол в сибири в телеграм потому что не всю информацию говорю в ю тубе в телеграм канале все трансферные переходы назначения главных тренеров и руководство клубов ссылочка ниже в описании до новых встреч пока субтитры сделал DimaTorzok но это субтитры сделал DimaTorzok и